Сегодня мы проводим второе в этом году заседание Комиссии. Повестка дня у нас предлагается есть на столах. Обратите внимание, кто без листочка на экране, Андрей Григорьевич будет ассистировать. Повестка дня предложена. О ходе подготовки к обеспечению безопасности правильничных мероприятий, посвященных 70-х годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов, в войне 8-го числа с 9-ти, 30-ти до 18-ти в Великой Отечественной войне, в Ураево, в Ураево, продвиг по местам боевой славы. И два маршрута поднимем. Заводим маршрут Монголы, Дарья Чепелькина маршрута сделан, проходим в Хоккейске в Керчине и Лисе. И настоящий маршрут Ивановская, Монголы, Рампуле, Тайбово, Дарья Чепелькина, Монголы, Рампулы, Рампуле, Ураево, Санкт-Петербурга, при стечении групповых промышлений при проведении массовых мероприятий на территории оперативного службы ОМВД проводится в следующем мероприятии. Организовано естественное взаимодействие с администрацией Кингисевского муниципального района по вопросам обеспечения правопорядка перед подготовкой к проведению продвижных мероприятий. Организовано рабочее взаимодействие с отделом ОСБ Кингисевского городского прокурора по программам по своевременному обмену оперативной информацией и принять мероприятие стабилизации. План по обеспечению правопорядка безопасных граждан в период проведения продвижных мероприятий, обеспечения безопасности здорового движения, где будут предусмотрены расчет всего средств ОМВД, их расстановка и применение, размещение мобильного резерва, действие в случае осложнения оперативной обстановки. В период продвижных мероприятий в решении состава ОМВД переводится на усиленный вариант несемья службы, в целях поддержания правопорядка, предотвращения фактов пандализма в преддверии продвижных мероприятий. В период с 1 по 12 число будет организовано круглосуточное дежурство на моментах воинской славы, памятник, местах захоронения воинов или отечественной армии. Проводится разъяснительная работа с населением о повышении их деятельности, незамедлительные информированные правоохранительные органы, о подозрительных предметах, разысканных лицах, делиться, зоняя, совершенной преступлением. Разрабатывается план по расстановке личного состава. Сегодня, пока неизвестно, там проведено совещание, запланировано совместное совещание с казаками и щепками о привлечении данных организаций к охране общественных порядков. Приступаем тогда к второму вопросу о состоянии антипериалистической защищенности и охраны объектов с массово-требыванием людей. Наше учреждение называется Кингисепский сультурно-досудовый комплекс, куда входят несколько учреждений, те, которые посещаются людьми. Вот здесь, на этой таблице, прожили только те здания, где пребывание людей превышает 50 человек. Одним словом, как я уже сказал, что вот эти два помещения, Дом культуры химик и городской дом культуры, это помещения с массовым пребыванием людей, и, конечно, в этих помещениях ведется определенная направленная работа. Тема видеонаблюдения. Значит, что касается химика, это фасадная часть видеонаблюдения. Что касается городского дома культуры, я хотел бы действительно объяснить все очень подробно, там сделано видеонаблюдение по всему перимету и внутри. Вот эти большие лестницы, может быть, вы видели со стороны автостанции, со стороны гаражей, где там, ну, со стороны улицы мало находится. Вот эти лестницы часто спрашивают, для чего они. Они существуют для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было попасть на пространство сцены. Кроме того, там разработана система эвакуации людей, разработана система подачи воды, то есть гидранты выведены на улицу, которые подают воду во время пожара. То есть я считаю, что, может быть, за исключением тревожной кнопки, вот городской дом культуры на сегодняшний день оснащен всеми видами безопасности, которые можно предполагать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok